Вы живете в двухкомнатной квартире вместе с невесткой и сыном, хотя проигранных вами денег хватило бы на роскошный особняк. Вам было стыдно брать в долг у своих учеников. Вы до сих пор играете в азартные игры на деньги. Ребята, подписывайтесь на мой лайв канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя чего я вам рассказываю? Заходите и подписывайтесь. И сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Всем привет, ребята. С вами Андрей Чент. И вы смотрите свое любимое шоу Детектор Лжи. Если это так, то поддержите меня лайком и пишите свои комментарии. Да, ребята, если ваш комментарий очень креативный и не наберет лайков, он появится здесь, вот как вот эти. Так что правила неизменные. Жду ваши креативные комменты. Старайтесь, чтобы их не лайкали. Ну, если лайкнули, тогда придется еще один создавать. Ну и, короче, так вот какой-то самый лучший попадет в выпуск. А мы, ребята, начинаем. Поехали. Женщина, проигравшаяся в ухе брах. Что делать, когда вирус игромании уже в крови, а ставка больше, чем жизнь родных? О! Наша сегодняшняя ученица поставила на кон собственную семью. Сумеет ли она отыграться? Интересно. Ольга Гуркина, 50 роков, киянка. Захопившись азартными играми, Ольга полностью зруйнувала не только свое життя, а и життя своих близких. Деньги, свадьба, могила. За допомогу детектора брюки не правильно повернуть доверию до себе, стверджуючи, гра уже в минулому. Тот, чем вернуть доверие, говорит, что от дома она не играет. Но посмотрим. Мы думаем, будет весело. Здравствуйте, Ольга. Присаживайтесь. Давайте познакомимся с людьми, которые пришли поддержать вас. Мама. Пруцких Лидия Андреевна. 72 года. Сестра. Ирина. Сын Андрей. Потрога Алена. И зачем вы сюда пришли? Мать поддержать. В чем? В смелости, в желании не скрывать свои проблемы, не скрывать свои страхи. А на самом деле, зачем пришли? За деньгами. Я хочу попросить прощения. Я хочу простить себя. И самое главное, я действительно хочу излечиться. Дай бог. Я для этого пришла. За лечением. Дай бог. Максимальная сумма, которую вы можете получить в рамках нашего проекта 150 тысяч гривен. Я готов ее обменять на 21 честный ответ. Если вы солжете хотя бы один раз, все заработанные деньги сгорают. Это понятно? Да. Впереди вас ждет первый блок вопросов. Шесть вопросов, общей стоимостью 5000 гривен. Волнуетесь? Конечно. Кто вы по профессии? Учитель русского языка и литературы. Долго преподавали? Я 18 лет проработала в школе. 18 лет? Немалый срок. Приличный стаж. Наверное, у вас есть какие-то там звания. Я учитель высшей категории. Я была заучим школы. У меня был в школе свой театр, в котором играли не только ученики и учителя, но и люди, которые приходили извне. Здорово. Это тоже было частью моей жизни и моей работы. Готовы услышать первый вопрос? Да. Внимание, вопрос. Роман Толстого «Война и мир». Вы действительно дочитали до конца? Типа заставляла детей, но сама не читала или что? Но он огромный этот роман. Реально он огромный. Да? Это... Молодец. Правда. Дело в том, что на самом деле я много лет преподавала Толстого и рассказывала «Войне и мир», не читая действительно «Войну». Я ее просто пропускала. А я очень часто, задавая себе вопрос, гадаю на книге, которая попадается мне под руку, и задав какой-то вопрос, я открываю Толстого и читаю фамилию Лазарев. А я не знаю такого персонажа в «Войне и мире». В связи с этим я прочла всю войну, пытаясь еще хотя бы раз найти упоминание Лазарева. И вообще нашла много интересного, как ни странно. Совесть не мучила, что учили детей тому, что сами не читали. Но есть моменты, когда, чтобы не отбить у детей желание читать вообще, я могла им разрешить пропустить, неинтересно. Педагогично. Возможно. Готовы услышать следующий вопрос? Ну, первый такой, простенький. Работая в школе, вы когда-либо намеренно занижали оценки ученикам, которые вам не нравились? Это, наверное, многих учеников волнует. Да, конечно, у меня такие в школе были даже. Не взлюбил меня препод. И начинает не клепать. Ну, это, может, правильное. Я думаю, кто школу закончил или учится, вот напишите в комментах, есть у вас такие преподаватели или были, которые реально занижали оценку? Я могу прокомментировать. Если бы, может, мне задали вопрос, завышала ли я оценки детям, которые мне нравились, я бы тогда могла сказать, что да, потому что оно никогда не занижало, действительно, а завышало часто. Просто мечта учеников. Но пока что ничего сложного, правда ведь? Ну, вы же понимаете, что это только начало. Конечно. Мы ждем. И вполне возможно, что сегодня вы услышите вопросы, ответы на которые вам знать не хотелось бы. Если такое произойдет, вы можете нажать на стоп-кнопку. Этим правом вы можете воспользоваться всего лишь один раз за проект. Если это произойдет, мы заменим вопрос. Как я понимаю, на данный момент вы в школе уже не работаете. Не работаю. А кем работаете сейчас? Сейчас я... Есть такая профессия развлекать родину. Сейчас я развлекаю родину. Я работаю ведущей на свадьбах, корпоративах, юбилеях. Интересно. Учитель первой категории Тамада. Бывает-то. Внимание, вопрос. Вы когда-либо воровали еду с банкетного стола? Ну, кто-то же ее ворует, там, домой забирает, когда свадьба, там, стол трещит. Воровали, забирали. Ну, называйте, как хотите. Мой ответ – да. Это... А что добру пропадать? А дома съедим. Вино, дорогое. Знаете, учитель первой категории, ворующий еду с банкетного стола, это звучит круто. Да, это круто. Могу объяснить. Да нет, не стоит. Не стоит? Она праздна. Я думаю, не нужно. И все-таки я хочу объяснить. Да ладно, зачем? Хотите оправдаться? Нет. Тогда не надо. Хорошо. Не надо. Говорить можно? Да, конечно. Можно. Ну, что ж, на работе. А дома двое детей. Почему бы не взять там что-то оставшееся? Вот, с банкетного стола. Это уже кто жить воровство? Можно я прокомментирую сама? Причем сын взрослый. Это вы его с банкетного стола так? Да, кормила, да. Да не сейчас. Это я вам скажу, что там... Когда маленькие дети были. А подождите, а вы давно работаете тамадой? Я работаю 7 лет тамадой. Когда маленькие дети... 29. В 22. Я был очень худым тогда. Откормила мама. Маленькие дети, 22 года. Готовы услышать следующий вопрос? Мне уже страшно. Готовы. Внимание, вопрос. Вам когда-либо хотелось убить вашего заказчика? Прямо убить. То есть, настолько допекло, что хотелось бы убить. Серьезно? Интересно, это как нужно довести до белого коленя, чтобы реально хотеть убить? А вы зря смеетесь. Возможно, кем-то из тех людей, которых захочет убить Ольга, окажетесь вы... Согласен. Ваш ответ – да. Да. Это... Да понятно, что это правда, чью и врать в этот момент. Непростая эта работа. У меня однажды был такой случай, когда я пришла к заказчику, который проводил корпоратив для своих сотрудников. Я пришла и увидела толпу людей несчастных, обиженных, потому что он не выплатил никому зарплату и устроил им новогодний праздник, банкет. А самого заказчика нет. Потом его внесли. Просто внесли. Он с трудом понял, что вообще я – это я. Все время требовал праздника. Но самое ужасное, когда я видела этого пьяного человека, который унижал музыкантов, унижал людей, унижал меня, который в итоге исчез, и я стояла в его помещении, когда уже все разошлись, с сумкой, с микрофоном, без денег, в туфельках, и не знала, как мне вообще до дома доехать. Вот в этот момент у меня возникло, конечно, дикое желание его где-нибудь отыскать, я не знаю, своими собственными руками прикончить. Внимание, вопрос. Работая тамадой, вы всегда искренне желаете молодым счастья? Ну нет, конечно, это ее работа. Ну как она может каждому искренне желать счастья? Искренне желать счастья? Нет. Я всегда искренне желаю молодым счастья. Может быть поэтому меня очень любят люди, которые приглашают меня на мероприятие? Ему ответ да. Ну молодец. Хотя вариант второй тоже возможен. Правда. Ладно, я была не хуже на мнении. Извиняюсь. А сколько свадеб вы провели? Знаете, я не считала... Приблизительно, порядок хотя бы обозначьте. Знаете, иногда у меня был летом, я проводила пятницу, субботу, воскресенье, работая все время и даже не могла вырваться к своим родным, приехать летом. То есть я не могу сказать конкретное число. Но я много провела. Я всегда доверяю своим детям и их выбору. Что-то задели. Мы всегда на его стороне. Но не довольна выбором. Уже понятно. Вы когда-либо закладывали драгоценности своей невестки в ломбард, не сказав ей об этом. Все. Пошла игромания. Ну да, ответ. Я так понимаю. Да. Это... Стыдно, видно. Правда. А зачем вы это делали? Зависимость. Чтобы иметь деньги, которые мне были нужны на тот момент. И куда вы эти деньги тратили? Я играла в казино. Не знаю, но по-моему это как-то некрасиво. Ну это мягко говоря некрасиво. Ну да. Это ужасно, но своих драгоценностей у меня уже не осталось, поэтому... А куда вы дели свои драгоценности? Туда же. Туда же. В ломбард? Да, в ломбард. И выкупить их не смогла, поэтому... Поэтому положили драгоценности невесте, чтобы их тоже не смогли выкупить. Нет, обычно я рисковала ее украшениями, зная, что у меня в ближайшие дни появятся или зарплаты, или деньги. Поэтому я не оставила их без украшений. Андрей, вы об этом знали? Так же, как и невестка. То есть об этом знали все? Ну, в итоге да, но на тот момент нет. Андрей, а не страшно вот как-то было жить с этим? Это ж чего в дом не принеси, все завтра в ломбарде может оказаться. Да. Страшно. В связи с этим был куплен сейф. Ну. Серьезно. Совершенно верно. Больше этим не занимаетесь? Нет. Точно? Точно. Ну что ж, я вас поздравляю, 5 тысяч гривен вы заработали. Интересно. Это только начало. Как я понимаю, вы забираете деньги и участие в проекте заканчивается. Я только начала говорить, где продолжаю играть. Там дальше интереснее. Сто пудово. Хотел уберечь от азартной игры. Не получилось. Ну хорошо, это ваше право. Впереди у вас второй блок. Там вопросов меньше. Их 5. Ну жёстче. В случае честных ответов вы заработаете 10 тысяч гривен. А скажите, играя в казино, часто выигрывали? Знаете, может быть, я потому и стала так зависима от игры, потому что я практически выигрывала всегда. Я и пришла в казино с целью отыгрывать то, что проигрывал мой муж. Это первое было. Я действительно выигрывала. У вас был эдакий семейный подряд. Ваш супруг проигрывал, а вы отыгрывали. Да. Причём я сначала была страшно против посещения подобных заведений. Но и ни слёзы, ни уговоры не помогали. И я стала таким способом возвращать бюджет семьи. Но выигрывала действительно очень часто. А какой самый крупный выигрыш? Вы знаете, мне тяжело сказать, но за время игры у меня было три роял-флэш. И говорят, люди ждут всю жизнь подобной комбинации. Ну я выиграла в казино машину. Ну я думаю, что это достаточно крупная сумма. Потом зависимость, когда у меня появилась от игровых автоматов, на самом деле автоматов. Я однажды, играя, сняла, ну как это называется, джекпот в трёх, буквально подряд. Я подошла к одному, бросила жетончики, ещё тогда были. Оно засветилось, заиграло. Потом они у меня остались, а мне уже выплатили деньги. Подошла к другому, бросила туда, оно опять всё засверкало. Уже тут собрались все посмотреть на два джекпота. А у меня ещё остались жетончики. Я повернулась третьему буквально. И случилось это третий раз. А они службу безопасности не вызвали? Ну они считали, что это чудо, и там аллилуйя стали говорить. Ну в общем, в любом случае это может быть, поэтому. Поэтому мне это понравилось. И тогда ваш выигрыш с трёх автоматов равнялся как восемь. Не могу, Димас. Я пришла, муж в это время играл наверху в казино. Я пришла к нему с пачкой денег просто. И он её там и оставил. Ну и мы продолжили уже игру дальше. И всё просрали. Я готов задать вам первый вопрос второго блока. Вы живёте в двухкомнатной квартире вместе с невесткой и сыном, хотя проигранных вами денег хватило бы на роскошный особняк. Вовремя не остановилась. Как говорится, выиграть можно, но если вовремя остановишься. Да, так всегда бывает. Думаешь, переть будет всю жизнь. А потом бах и всё. А скажите, Ольга, сколько же вы в целом проиграли? Я в этой жизни вообще в казино проиграла всё. Я проиграла, получается, мужа, которого у меня сейчас нет. Да, у меня нет квартиры. Я не смогла сделать своим детям свадьбу, как делают это родители. Я не дарила им подарки. Я до сих пор прошу деньги у своей мамы. Поэтому я проиграла очень большую сумму. Машина, которую я выиграла, я проиграла. Машина, которая у меня была, она тоже осталась там. Мои большие зарплаты. Да. Мои кредиты, которые я взяла, это всё осталось в казино. Поэтому сумма проигранная, она очень большая, на самом деле. Вы же работали учительницей. Откуда у учительницы столько денег? В это время я работала в сетевом маркетинге. Я очень сделала быстро карьеру. И у меня была хорошая зарплата. Полмиллиона гривен проиграли? Больше. Боже мой, как тяжело ответить мне на этот вопрос. Хорошо, я могу сказать, сколько я могла проиграть за один раз, да? Тогда просто я не могу действительно сочетать это. Там миллионами всё исключено. Допустим, я получила свою зарплату, это было 1000 долларов. Я шла в казино. У меня был кредит, 2000 долларов с собой. Я там выигрывала. Даже имеете деньги в два раза больше. Уходила без этих денег, без выигрыша. И ещё и была должна почти такую же сумму. То есть, в общем, я за один раз могла... Это не проходило за один день, потому что я могла сидеть в казино двое суток. Там нет дня и ночи. Я проигрывала много. Внимание, вопрос. Вам было стыдно брать в долг у своих учеников? Это как так? А как можно учеников в долг взять? Я понять не могу. Валера, хочешь хорошую оценку? Дай денег. И она при всём этом учителем была. Мне было не стыдно брать в долг. И у учеников, и у других мне было стыдно не отдавать долги. Мой ответ, мне не было стыдно. Нет. Брать не стыдно. Отдавать. Того, чего нету. Правда. Получается, вы брали деньги в долг у детей? Нет, почему же? У учеников, которые уже зарабатывали, это бывшие мои ученики. Просто я использовала их доверие ко мне. Они меня любили, ценили. И мне не нужно было объяснять, зачем мне нужны были деньги, и они мне давали. Я не вернула им эти деньги. Жёстко. Я очень многим должна, на самом деле, не только своим ученикам. Я должна своим близким, я должна своим друзьям, я должна незнакомым людям, я должна своим клиентам, я должна банкам. Я очень многим должна. Вот это она погрузила в долгах. Знаете, я в какой-то момент пыталась вести учёт. И когда я только начала, исписала первую страницу, я поняла, что если я продолжу, я сойду с ума. Поэтому я не стала вести учёт. Я уничтожила все документы, которые у меня были из банков. Я просто... Я знаю, что я должна. Я знаю конкретных людей, кому я должна. Но я не знаю сумму. Тем более, что где-то выросли проценты. Где-то я взяла 5 тысяч гривен, а теперь это 78 тысяч мне нужно вернуть. Поэтому мне инстинкт самосохранения, наверное, мне подсказывал не считать это, потому что отдать я это реально не смогу всем. И чтобы не сойти с ума, я просто не знаю эту сумму. А как же вы дальше будете жить? Мне очень многие простили долги. Простили многие? Те же самые ученики, которые... Потом сказали, Ольга, да ладно вам, перестаньте. Но это не значит, что я... Не хочу их отдать. Я хочу отдать людям. Может быть, я не хочу... Да как же, вы даже не знаете, сколько. Вы знаете, после программы, на самом деле, первое, что я сделаю, это конкретным людям я посчитаю сумму. Потому что, если я собираюсь отдавать, я должна знать, сколько мне надо денег. Лидия Андреевна, а вы об этом знали? Долго не знала. Долго не знала. А уже когда узнала, это было слишком поздно. Вот когда я только могла узнать. Большое расстояние. Надеялась, что такая умница. У меня даже в мыслях не было, что может так уступиться человек. Да моя дочь, которая умница была изумниц. Вот так. Я готов задать вам очередной вопрос. Просиживая сутками в казино, вы вспоминали о своих малолетних детях, оставленных надолго без еды и присмотра? Да, ее, конечно, автоматы жестко погрузили. Я не знаю, где у нас вот в Киеве этих а-ля автоматов на каждом шагу. Называются они там типа лотерея. Ну, не знаю, в России, наверное, так же самое. Ну, этих казино а-ля автоматов просто на каждом шагу. Если они есть, значит, это выгодно. Нет. Это правда. Андрей, вы помните это время? Конечно. Сколько вам тогда было лет? Ну, это был достаточно длительный промежуток, поэтому я затрудняюсь ответить. Когда это началось? Я еще учился. Опять же, если я не ошибаюсь, потому что такие события обычно запоминаются, когда они заканчиваются. Они начинаются. А как так получалось? Все-таки это ваши дети, которые нуждаются, ну, не только в еде и присмотре, но в материнской заботе, любви, ласке, внимании. Вы знаете, игра, она как метастаза, наверное. Потому что она сжирала мое время, мое чувство. Я не могла. Я действительно отключала телефон, когда приходила туда, чтобы они не напоминали мне о том, что мне надо идти домой. Чтобы меня не мучила совесть, если я проиграла деньги или просто, что я исчезла на столько времени. Мне кажется, что игра еще страшна тем, что, знаете, она душу высосала. Я потеряла все чувства, и мне казалось, что я смотрю на детей, и я их не люблю. Это было. Я сейчас проговариваю это, оно, по большому счету, это в прошлом. Это благополучно забыто моими близкими, очень там, многими друзьями. Но это не забыто мной. Моя дочь мне недавно сказала, говорит, я тебя не узнавала, ты была не ты. Меня никто не узнавал. Я потеряла друзей очень многих. Мне было с ним неинтересно. Мне не интересовал телевизор, фильмы, книги. Меня не интересовало ничего. Я могла идти на шашлыки, на природу, и через 10 минут убегать в казино, потому что это единственное, где мне казалось, меня ждут, меня любят, и где у меня, где я живу. Потому что все остальное было мне просто неинтересно, скучно. Я потеряла, я не умела любить, я даже ходила в церкви, я искала Бога, искренне искала, и не могла его найти, потому что я поверить не могла. Потому что у меня был один Бог, вот там. Андрей, сколько дней мамы могло не быть дома? Ну, больше трех дней. Капец. А вы тогда не пытались как-то образумить, мать, стучался до нее, что делали? Просил не играть. Закрывали в квартире. Постоянно пытались, чтобы кто-то за ней смотрел. Ну, опять же, либо я, либо сестра. она могла это сделать под любым предлогом, то есть вплоть до того, что выйти в магазин и не давали деньги, грубо говоря. то есть забирали всю наличность. Но все равно находила и уходила. А были периоды, когда денег совсем не было? Ведь все-таки ваша мама говорила, что она и проигрывала большая сумма. Были, конечно. Насколько было безденежно? Полное их отсутствие. Вообще не было денег? Да. Жестко. На еду же деньги были? Бывало и не было. Он уже сказал, полное отсутствие. У ваших детей нет денег на еду. Я старалась об этом не думать. Внимание, вопрос. Вы действительно раскаиваетесь в том, что из-за вашей увлеченности азартными играми ваши дети чувствовали себя брошенными. Ну, я надеюсь, что раскаивается. Иначе как-то жестко получится. Да, не понимаю, что она пришла тут исповедоваться. То есть, понимает ли она, что вообще произошло? И жаль ли ей? Да. Ну, вот слава богу. То есть... Мой ответ – да. Вы верите матери? Вы верите матери? Я – да. Молодец. Хотите узнать правду? Для себя я ее знаю. А если детектор покажет, что это ложь? Это ничего не изменит. Почему? Вы так же, как и мать, выбираете жить в иллюзии? Я сюда пришел, чтобы ее поддерживать, а не втаптывать в грязь. А во-вторых... Ну, потому что я этого хочу сам. Знаете, Ольга, у вас замечательный сын. Но в любом случае, давайте узнаем, искренне вы раскаиваетесь или все-таки снова лукавите? Я очень раскаиваюсь в этом. Это... Это правда, что вы так тянете? Правда. Ирина, а что вы можете сказать о своей сестре? Вы ее как-то пытались вразумить, остановить? Да. Она на тот момент потеряла разум вообще. А сейчас какие у вас отношения с сестрой, Оля? У меня хорошие отношения с сестрой. Я ее очень люблю. Близкие отношения? Да. То есть, вы у нее денег не одалживали? Одалживала. Не одалжила у нее деньги. Но вернули? Нет. Но все равно близкие? На тот момент, когда у меня занималась сумма, у меня был маленький ребенок, второй, месячный. У меня впереди была защита в Москве, пятый курс, диплом. Я не могла понять, как. Как сестра могла поступить так со мной. Зная все это, зная, что у меня дети, что маленький ребенок, мы живем на севере, не просто так в этой жизни, где лишены чистого воздуха, солнца, зеленой травы. Когда мне сестра позвонила, сказала, мне нужны деньги. Я не спрашивала, для чего, я не знала вообще об этом ни о чем. Безоговорочно. Я просто спросила, когда ты сможешь отдать, если я займу эти деньги под процентом? Я заняла отдел процент. Еще и кредитная. Через полгода, когда мне надо было, нет, через три месяца, когда я приехала на защиту, на пятый курс, мне мама сказала, что деньги не вернутся. На тот момент я еще выставила машину, мы с мужем выставили, чтобы ей побольше суммы. Мама сказала, снимай с продажи машину. Она играет в казино, она проигралась, и деньги тебе не вернутся. Внимание, вопрос. Вы боитесь, что доверие сестры к вам не восстановится никогда? Да. Это ж родные люди. Там и так все по швам трещит. Я боюсь. Я слишком люблю свою сестру, я действительно этого боюсь. Ваш ответ? Да. Это... Мужик хоть здесь заработает, хоть родные деньги отдаст. Ирина. Да. А вы простили сестру? Я ее... Вы знаете, прощение можно сказать на словах. Простить истинно я смогла ее большой промежуток времени у меня был. Но у меня очень потрясающий муж, который ни разу меня не упрекнул той суммой денег, которая не вернулась, потому что сумма на самом деле была большая. Ему пришлось ехать в Чечню. Зарабатывать. Для того, чтобы получить командировочную, чтобы отдать деньги под проценты, но деньги были не только взяты под проценты, деньги были взяты у многих людей, у моих друзей. Я очень долго не могла ее простить. А муж у меня очень переживал за нее и говорил, надо Оле позвонить. Я говорю, ты хочешь, звони? И он ей звонил. Я нет. А сейчас? Сегодня? А сейчас я ее давно простила. Время-то прошло уже. Моему ребенку будет 9 лет. Поэтому 9 лет прошло. Конечно, я ее простила. И простила я ее только тогда, когда я поняла, что об этой ситуации я говорю спокойно, без слез. Это сейчас немножко вот... Ты вспоминаешь? Скажите, сейчас доверяете своей сестре? Полностью. Одолжите ей денег? Ну, вообще-то я ей так даю, когда ей надо. Лишина. Она нуждается. А все-таки о какой сумме идет речь? Какую сумму вам простила ваша сестра? Вы понимаете, Дима, что... Сумму не называют. О сумме речь, вот о той сумме на 9 месяц, ой, на 9 лет назад, вы же понимаете, да? Я просто долг отдавала в течение двух лет, потому что я не могла свою семью, своих детей посадить на хлеб и объяснить им, что... Я не ушла в декрет. Я не ходила в декрет. Муж у меня, говорю, за это время ездил два раза в Чечню. Вот, поэтому... Ушлось, слава богу, все. Не сказали, какая сумма Я перед своими друзьями я чиста. Я все долги раздала. Оль, мне очень нравится ваша семья. Это замечательные люди. Вы выиграли 10 тысяч гривен. Будем продолжать? Ну, да. Муж же что-то и заработает. Не выиграет, а заработает. Правда. Впереди 4 вопроса, честные ответы на которые вам принесут 25 тысяч гривен. Можем продолжать? Да. Судя по тому, как вас воспринимали ваши близкие, судя по тому, как вы сами об этом говорите, это очень похоже на болезнь, на зависимость. Да. Вы как-то пробовали лечиться, что ли? Игромания. Я пробовала лечиться. Я кодировалась. Я лежала в клинике. Я ходила к гадалкам. Я ходила к целительницам. Из меня изгоняли дьявола в церквях. У какой-то бабушки, я не помню уже, где это было, я изгоняла дьявола тем, что блевала часа два. Просто стояла. Я пробовала многие способы, но я ничего не могла с собой поделать. Все равно наступал момент, и я туда шла. Ничего не помогало? Нет. Я не могла найти замену тому удовольствию просто. Наркотик. И без него я была пустая, и смысл терялся. Не было ничего, что могло бы на весы встать по тем ощущениям. Не было. Готова услышать первый вопрос этого блока? Готова. Внимание, вопрос. Вы благодарны матери за то, что она спасла вас от самоубийства? Я понимаю, что от этого может крышу сорвать, и понять, что это не жизнь. Я не могу простить себе, что она была свидетелем этого, но я очень благодарна своей матери, что она меня спасла. Да, мой ответ – да. То есть мать видела все это. что она сделала? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я была действительно в таком потрясении, видя ее выпивши, видела ее в квартире, как было все хорошо жили и как получил, уже какое обстоятельство, дети. Я от ужаса не знала, что делать. Я ей ругала. И она зашла в ванну и вот такое сделала. В вены полюсала. Ну, это надо тоже матери понять. Что вы сделали? Ну, вены вскрываю, да? Я порезала вены. При вас? Ваня. Когда вы были у нее в гостях? Когда была у нее в гостях. А от того, что она видела не только мою боль, она видела гнев мой. И она, они как-то меня, я растила их. Мне кажется, они меня все же понимали или не боялись, может. Я строгая была. Я строгая была. Ее-то любила очень. За ее ум. За ее... Она с детства писала стихи, еще в школу только ходила. Она эти книги толстые, ругала ее и наказывала за то, что она читала книги много. Вот на книгах сидела. А в деревне надо было, в поселке, надо было, чтобы она, ну, помогала чем-то. А она вот увлекалась. Даже за это я наказывала. А тут, увидя, что такое в квартире, и такая она, и вот она, да, при мне. При мне. Я заскочила, и она в ванне, и у нее... Дело в том, что я для мамы всегда была, ну, действительно, она примером в школе. Меня поставила в детстве на пьедестал вот такой. И мне было там комфортно. И, в общем, я... И она всегда меня боготворила. Она считала меня действительно, ну, не знаю, образцом. Не только она. Меня считали так близкие, сестры. И для меня всегда мама была мерилом. Я не могу сказать, что я ее боялась. Я боялась, что мама обо мне подумает, как мама на это отреагирует. Для меня это было очень страшно, на самом деле. И в тот момент, когда мама должна была приехать, у меня не было трое суток дома. И я знала, что она приезжает. И когда я видела, что мама смотрит на меня глазами, и в них разочарование, которое никогда за все годы у нее никогда не было во мне разочарование. Я видела эту боль в ее глазах, это разочарование. Я поняла, что... Я видела, как ей плохо. И мне стало страшно, что я убила вот сейчас не только веру матери, восхищение. Я убила мать. Потому что она в этот момент рухнула на кровать с приступом. И вот это почему-то я вообще не могла пережить. Я не думала о том, что я это делаю, и она это увидит. Я просто поняла, что вот этого я уже больше пережить не смогу. Но мама... Я дверь вышибла. Выше была дверь, да, и... Вы же маленькая. Ну, у нас такие запоры были, наверное. Маленькая. Я еще тружусь, будь здоров. Мешочек могу взять и ведра по 15 литров ношу. Что же делать? Жизнь. И на самом деле, Дима, еще хочу просто сказать. Мне казалось, если меня не будет, не будет проблемы. Потому что я тогда не смогу больше боль такую приносить близким. Брать в долг, да? Вот так вот. Я готов задать вам очередной вопрос. Вы убеждены, что именно вы стали причиной гибели мужа? Это чем-то же зависимостью игровой или как? Муж же тоже играл. Причем он играл раньше, чем она. Она же якобы пыталась отдавать его долги. Да. Это... А что с мужем произошло? Коллекторы? И она в этом виновна. Ну, она так считает. Правда. А как погиб ваш супруг? У него был инсульт кровоизлияния. У него было высокое давление. Хотя он никогда не обращал на это внимания. И... Вот... Был инсульт, и он упал мгновенно. Ну так, а в чем же ваша вина? Дело в том, что... Я была... Был период, когда я была очень запугана кредиторами. И... Я сидела в ванной при выключенном свете, не отвечала на телефонные звонки, не подходила к двери. И, в общем, делала вид, что меня никогда нет дома. Если я откуда-то возвращалась, я видела возле подъезда, не дай бог, человека в форме милиционера или просто одетого как банкир, то я могла всю ночь сидеть в парке, не приходить домой, потому что мне всегда казалось, что вот меня должны сейчас арестовать, меня должны посадить. И я этого... Я себя очень сильно довела тогда этими страхами. И один из банкиров отличался от других, он меня не запугивал, он, наоборот, пытался как-то разобраться в ситуации. И я его не боялась единственного. Вот. Но платить-то я все равно не платила и их банку. И однажды, рано утром он пришел, очень рано дома никого не было. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал, потому что я не сопротивлялась в это время. Вот. Вот. Ну, как-то это случилось. Это случилось, и на самом деле после его ухода я не могла вообще понять, что это произошло, и как это все случилось, и постаралась как-то это все вычеркнуть. Получилось так, что его жена заподозривала его в измене, и он решил назвать меня. Я пошла с ней на переговоры, и мы стали с ней разговаривать достаточно спокойно. Я была, по-моему, очень убедительная. Защищала ее мужа, сказала, что, наверное, я сама спровоцировала его, потому что под халатиком было голое тело, и, в общем, он ни в чем не виноват. Я не знаю, я... И она сказала, ты знаешь, Оля, если бы я с тобой познакомилась при других обстоятельствах, я бы хотела с тобой дружить. Ну, я как бы уже резюмируя концовку нашего разговора, говорю, ты знаешь, мы... Я уже понесла, наверное, ответила за все свои проступки, говорю, меня буквально недавно, там, два месяца назад в Москве чуть не убили. Действительно, меня человек хотел убить. И она смотрит на меня, говорит, это было 20 сентября, и мне стало страшно, потому что меня убивали 20 сентября. Но меня убивал мужчина, не она, и... Говорит, Толя, я тебя в этот день очень сильно прокляла. Именно 20 сентября. Страшно. Я засобиралась домой, потому что я больше не могла с ней находиться, мне стало... Совпадение или нет? Я не очень в это все верила, но мне стало действительно страшно. По-моему, в этот день или на следующий день умер мой муж. Поэтому я считаю себя виноватой в смерти своего мужа. Совпадение или нет? Ребята, вы такое верите? Напишите в комментах. Внимание, вопрос. Это правда, что деньги, одолженные на надгробную плиту для мужа, вы проиграли в казино? Не исключено. Она проиграла все. Все дети дома голодали. Насколько большая у нее была зависимость. Жестко. Это правда. Меня это уже не удивляет, то есть, насколько большая у нее зависимость была. Жесткая, конечно. Я знала, что, опять же, у меня будет зарплата. Я взяла эту сумму, но это не совсем были одолжены, но это были не наши деньги. Я проиграла в казино эти деньги. Лидия Андреевна, вы знали об этом? Я только одно знала, приехала, что он умер. А от какой причины? Что? Мне уже рассказывали, может, я сейчас много и много забываю. И я считаю, если уж вы меня спрашиваете, беда была в том, что он понимал, что не так виновата во всей истории Ольга, как виноват он. А свекровь, в которой теперь живем мы рядышком с ней, вот бабушка вторая Андрея, она обвинила Ольгу. А он понимал душой, что виноват-то в основном он. Он не мог это бы пережить. Андрей, а вы как считаете? Я считаю, что виноваты оба. Да. Просто, чтобы вы понимали, я чуть-чуть хочу рассказать о своем отце. Это человек просто сумасшедшего склада ума. Он очень умный. Это человек, от которого за всю свою жизнь самое плохое слово, которое я слышал, это было слово «козел». Этот человек, который всегда на любой вопрос, в принципе, как и мать, мог дать ответ абсолютно здраво взвесив всю ситуацию. Я веду все к тому, что я не могу понять, как вообще можно было, имея все… Все просрать. Окунуться вот в эту грязь. Вот это для меня остается загадкой на сегодняшний день, до сих пор. А в то, что… Он умер, потому что прокляли вашу маму. Нет, в это я не верю. Та же самая хрень. Это совпадение. Так же, как я и не могу понять, как в 45 лет человек может умереть от микроинсульт. Вот такое бывает. Внимание, вопрос. Вы до сих пор играете в азартные игры на деньги? О, это жесткий вопрос. Если да, то это как-то будет… Очень жестко. Тогда непонятно, к чему мы все разговоры вели. Это раскаяние и так далее. Если нет, тогда молодец. О, боже. Это тоже игра. Да нет, это не про эту игру с бабушкой говорят. То есть, ничего она не поняла и продолжает дальше. Андрей, вы знали об этом? Нет, не знал. А вы знали о том, что ваша дочь до сих пор играет в азартные игры на деньги? Ну, я считаю, что вот даже эта передача и то, это игра на деньги. Мне кажется, она если… Я вот не знала, что за деньги, какие-то деньги могут. Она знала, мне кажется, только из-за этого она и пошла сюда в эту… Ну, да, очистить свою душу. Мне-то она говорила для очищения моей своей души, чтобы все знали, чтобы иметь легче. А он, оказывается, еще из-за деньги. Вот это игра. Нет. Ирин. Ну, я согласна с мамой. Если что-то она другое имеет в виду, то я не знала об этом. Если кроме этой игры я тоже не знаю, что она еще имеет. Это не азартная игра на деньги. Это передача. А вы что имеете в виду? Я пришла действительно на эту программу с желанием огромным. Со страхом, но с желанием говорить правду. И я хочу сказать, что еще совсем недавно, еще может быть месяца два назад, три, я еще играла в игровые автоматы на деньги тоже. А начинает оправдываться. Да, я играю на деньги до сих пор. Вот так вот. Почему вы это делаете? Я говорю о интернет-казино, о игровых автоматах. Почему вы продолжаете это делать? Зависимость. Вы знаете, я сейчас это не делаю. Так, может, не делала, так страшно, как это было. Но я же пришла на эту программу вылечиться до конца. Вылечиться. Как? Вы же помните, что вы не могли контролировать себя. А сейчас могу контролировать? Все так думают, что вот сейчас могу. Могу контролировать, и все равно играет. А потом, когда-то вот знаете, происходит что-то такое незаметное. И человек уже перестает себя контролировать. Знаете, Дима, я сейчас, в последнее время, я чувствую, что рождаюсь заново. О боже, рождаюсь заново. Только что сама подтвердила. Да, и даже и сейчас играю в автоматы. Знаете, я только сейчас, в последнее время, начинаю действительно... Сама себе врет. Я смотрю с моими детей и понимаю, что, боже, как же я их на самом деле люблю. И я хочу успеть отдать им то, что я у них украла. Любовь там материнскую, внимание. Что-то он другого уже ляпает. Не по теме. Я смотрю сейчас на свою сестру в последнее время. Мне кажется, я готова сделать для нее больше, чем даже могу. Я смотрю на свою маму и отца. И понимаю сейчас, что для меня это люди, и мое желание, чтобы они пожили еще чуть-чуть. И они увидели, что... И опять начали мной гордиться. Так зачем же вы ходите и играете? Зависимость. Я смотрю на свою подругу. Вы меня слышите? Я слышу сейчас. Она вообще о другом. Да, да, да. Зачем вы ходите и играете? Ведь это их убивает, это их ранит. Вот сейчас, когда они узнали об этом, вы же слышали их слова, вы слышали то, что говорит ваша мама, то, что говорит ваша сестра. Зачем вы это делаете? Я сейчас отвечу, как маленький ребенок. Я знаю, что я это больше не буду делать никогда. Я призналась в этом сейчас, но я знаю, что этого не буду делать. Я за этим пришла на эту... Знаете, я больше доверяю действиям, чем словам. Смотрите. Давайте просто проверим. Вы гарантированно сейчас заработали своей честностью и открытостью 25 тысяч гривен. Сейчас у вас эти деньги есть. Нет никакого риска. Вы можете их забрать и отдать сестре. А можете продолжать дальше играть и рисковать. Играть на деньги. Вы что выбираете? Я могу спросить об этом. Вы знаете, по большому счету, мне кажется, что я сказала почти все, что хотела сказать. Правда, еще не все. Я еще не на все вопросы ответила и не услышала от вас. Не имеют никакого значения эти вопросы. Мы говорим сейчас о том, действительно ли вы искренне хотите отказаться от игры. Хотите поговорить? Хотите ответить? Ответьте без денег. Давайте закончим игру. Давайте вы заберете гарантированный выигрыш. Отдадите его своей сестре. Муж которой ради вас дважды рисковал своей жизнью. И потом здесь посидим и поговорим. И вы расскажете все, что хотите рассказать. Но без риска и без денег. Без игры. Дима, я не хочу закончить сейчас игру на... Можно мне сказать? Пожалуйста. Для меня, конечно, последний вопрос был шокирующим. Если честно. Я просто хочу сказать. Тебе конкретно задали вопрос. Ты должна быть честна, в первую очередь, с самим собой. Надо жить. А ты играешь. Меня прямо пришибло. Пришибло последний ответ. Да. Играешь. Я думаю, вот это игра. А если еще и ходишь где-то какие-то, не казино, так другие игры. Это страшное дело. Очень хорошо был просто поставлен вопрос. Да, замечательно. И дан твой ответ перед этим. Которым ты сама себя загнала. Если ты считаешь это тупиком, то тогда продолжай. Если ты хочешь отталкиваться от своих слов, поехали домой. Ох, любит она по ушам ездит. Я не хочу. Я не хочу. Действительно. Я не хочу это не только для себя, а для своих близких. Ольга, я вам не предлагаю закончить программу. Я вам предлагаю закончить играть. Я заканчиваю играть. Но я не заканчиваю программу. Хорошо. Мы фиксируем ваш выигрыш суммой в 25 тысяч гривен. В следующем блоке... А она бы и дальше хотела пойти. Это вопросы на искренность. И их цена доверия. Мы не будем мерить их суммами. Вы просто будете говорить. Говорить правду. Но вы не выиграете больше ничего. Я согласна. Интересное продолжение. Вы сказали, что вы пришли сюда для того, чтобы... Очистить душу. Что-то рассказать. Вы можете это сделать сейчас. Понимаете, Дима. Понимаете, моя группа поддержки. Я же в самом начале сказала. Я пришла сюда за излечением. И когда мне последний раз... Не знаю. Я ей, ребята, не верю. Вообще не верю. Полиграфолог спросил. Вы искренне хотите перестать играть? Я вместо да сказала ура. Я почувствовала это. Да. Скажите, вы хотите узнать, правда ли то, что только что сказала ваша сестра? Мы хотим узнать. Хотим узнать. Вот я хочу узнать. Если это все может правду показать. Да. Вы сейчас узнаете, правда это или ложь? Да. Хотим узнать. Внимание, вопрос. Вы искренне готовы полностью и навсегда отказаться от азартных игр на деньги, чтобы восстановить доверие родных и знакомых? Я думаю, что нет. Искренне. Она же до сих пор играет. Как она может искренне хотеть отказаться? До сих пор играть. Ну, типа как-то... Да. И говорю это, мне все равно, как покажет сейчас. Да, все равно, что... Я знаю, что да. Ага. Только я что-то думаю, что нет. Ложь. И жалко мне родителей, сестру и всех остальных. Хотя, может, детектор подделает все. Может быть, правда. Может быть, и нет. Может быть, решили просто... Дай, Господи, Богу, ты и силы. Это значит, что она не просто хочет в это верить. Она на физиологическом уровне желает этого и согласна с этим. Дай Бог, если это реально правда. Хотя очень жестко, да. Я только прошу Бога. Я очень рад, что для вас проект закончился именно так. Мне кажется, что разочаровав своих близких, вы снова дали им шанс верить в вас. Вы можете подойти к своей любви поддержке. Да, жесткий выпуск, согласитесь. Вы можете сказать еще слово. Я на самом деле очень благодарна этой программе, потому что на самом деле я знала уже это и почувствовала, что именно здесь мне дали то, что я так долго-долго искала и пыталась найти, и не верила в то, что это возможно. Андрюша, прости, у нас не получилось немножко, но я абсолютно тебе обещаю, что у нас будет дом. Да я тебе обещаю, а не ты. И ты мне обещаешь, и я вас всех очень люблю. Маму жалко, капец. Маму жалко, капец. Да, ребята, вот такой вот выпуск был про азартные игры. Да, она выигрывала, но, как вы понимаете, мало кто умеет вовремя останавливаться. Я надеюсь, что вам понравилось этот выпуск. Если так, то поддержите меня лайком, пишите свои комментарии. Напоминаю, что если ваш комментарий остается без лайка, то он может попасть в следующий ролик. С вами был Андрей Чент. Всем пока.